На сегодняшний день в Крыму представлено более 14 тысяч вакантных рабочих мест. На первый взгляд может показаться, что всё не так уж и плохо. Однако проблема с безработицей существует. В крупных городах возможностей для трудоустройства больше. К примеру, на одного жителя столицы приходится 10 вакансий. Менее благоприятная ситуация в Армянске, Советском, Раздольном. Там на одну вакансию претендуют два соискателя. По словам директора центра занятости, на полуострове процент безработицы составляет 5,6% среди граждан от 15 до 70 лет. Несмотря на это, рынок труда развивается. Нам за поиском работы в этом году обратилось более 33 тысяч крымчан. И более 17 тысяч в этом году с помощью службы занятости нашли себе подходящую работу. Где-то уровень трудоустройства, я буду оперировать цифрами, уровень трудоустройства составил порядка 67%. Это поставлено на задачу правительства Российской Федерации. Это вопрос трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями. В этом году мы уже с нашей помощью трудоустроили 1413 человек. Уровень трудоустройства здесь у нас 82%. С подобными проблемами нередко сталкиваются несовершеннолетние. Молодежи крайне трудно найти работу. По словам Сергея Брадовского, в этом году временную подработку нашли более тысячи подростков. Студенты – это еще одна категория граждан, которым работодатели ставят завышенные требования. Помимо высокого уровня квалификации, от выпускников ожидают наличие опыта работы. Решение – подготовка базы для стажировок. В центре занятости уверены – это поможет молодым людям ближе ознакомиться с нюансами своей профессии и в дальнейшем стать частью рабочего коллектива. На сегодняшний день у нас в базе данных вакансий эта работа началась всего месяц назад и она будет продолжаться. У нас на сегодня уже 279 вакансий для стажировок. Хотя я вам так искренне скажу, что реально потребность Республики Крым для базы стажировок, она где-то наверняка на порядок больше. У нас важно четкое взаимодействие с нашим Крымским федеральным университетом, с центром обучения, центром по подбору работы. Нехватка рабочих кадров существует и среди популярных профессий. В Республике большой недостаток инженеров, строителей, бухгалтеров, медиков. Для последних существует программа «Сельский доктор». Она направлена на привлечение работников в сельские регионы. Низкий показатель вакансий отмечены среди творческих профессий. Вопрос оплаты труда остается одним из главных. У нас очень серьезная нехватка специалистов, которые обслуживают всевозможную дорожную технику. Что еще говорить? Электрогазосварщики, станочники, слесари. Вот это все те профессии, которые нужны. Средняя заработная плата наших вакансий – порядка 26,5 тысяч, которые представлены. Вот по тем профессиям, которые я называл, там заработная плата 35 до 50 тысяч – это в тех востребованных профессиях. Многие жители полуострова постоянно находятся в поиске работы. Но в основном граждане не спешат обращаться за помощью в центры занятости. Они считают, что это слишком длинная процедура, которая редко оправдывается. Однако Сергей Брадовский убеждает – на прием нужно принести только паспорт. Анна Волина, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ.